Возмутилась, все, пошла дальше. Хорошо, когда мама придет в вашу квартиру за ваше отсутствие, порядок наведет, да? И кто это у нас тут на холодильнике сидит? Девочки, мне надо готовить обед, поэтому я чуть-чуть буду с вами болтать. То полночи, то полдня, и в общем, какой-то разброс. И мозги в кучу собрать не могу. Шарики, шарики ей неправильно пахнут. Они не тем пахнут, чем она хотела бы. Выспалась за целый день, да, мила? Теперь что давай? Баловаться, а тут ходить? То играется, то что-то там она грызет. То шебуршится, то мявкает, еще что-нибудь. Да, я с тобой не играю сейчас. Ты меня уже просто кусать начинаешь. Я тебя ругаю за это уже. Не до игр, значит. Короче говоря, полночи это точно будет. Надо будет ей просто перед ночью, в следующий раз, не давать спать. Доброе утро, девочки мои. Милочка уже на подоконничке покушала. И все. И вот она высматривает птичек, да? Что мы там высматриваем, Милочка? Никого там нету, да, еще пока? Птички летают, птички поют. Хорошо. Погода сегодня хорошая вроде. Милочка, смешная ты. Чувствует, что я куда-то собираюсь, да? Бабушка скупалась уже, порядок себя приводит. Милочка чувствует, что бабушка куда-то собирается уходить. И сама уже что-то тут начинает подлизываться ко мне, подхалимничать. Так, детка маленькая спит пока. Я собираюсь сейчас им чуть-чуть к дочке. Милочка, ты меня не отпускаешь, детка, да? Вот она. Вот, все, легла. Скажи, я тебя не хочу отпускать. Но я скоро приду, маленькая. Не скучай. Вот такие потягушечки. Вот она, вот она кошечка наша. Все, я убегаю уже. Зайка, не скучай. Все, девочки, выдвинулась я. Ничего. У меня пока еще есть немножко времени. Хочу заскочить. Там еще в Центробанк надо положить денежку на свой пенсионный проездной. Вот. Вообще, сейчас дочка там найдет, где спокойно сесть с Зинькой, чтобы он меня отвлекал. Потому что в телефонном режиме сейчас я буду загружать ее видео на канал. И нужно будет его еще оформить. Но это уже в телефонном режиме. Она мне будет подсказывать, что там она хочет, чтобы как это было оформлено. Милочка не хотела меня отпускать. Но придется ей меня подождать чуть-чуть. Вообще, она мне молодец. Дала выспаться все-таки. Несмотря на то, что мы уснули, все-таки она мне не давала сначала спать. Играть ей захотелось вдруг. А потом... Утихомирилась. И мы с ней спали до полвосьмого. В общем, нормально, выспалась. Девочки, вон там через дорогу находится банк Центр Инвест. Вот у нас только в этом банке можно оплатить проездной пенсионный. По полный счет, ей хотелось сказать. Я уже неделю езжу, если в транспорте, то плачу как по полной. Пенсионеры платят половину. Стоимость, и это, в общем-то, конечно, экономия. Но мне просто интересно, а почему онлайн нельзя заплатить по полный счет? Вот нет такой возможности. И в других банкоматах. У нас в Александровке, а у нас большой район, вот только один банкомат, где можно по полный счет. И находится он в таком месте, в начале Александровки, где люди в основном, ну, как бы мало здесь живут. Остальные люди все в основном живут уже. Вся Александровка там. Ну, как бы ладно я. А вот пенсионеры. При том, что вот здесь вот приехали сюда на остановку, надо перейти дорогу, светофор, туда пройти. Потом, вот если, допустим, мне нужно перейти здесь дорогу, я здесь перейти дорогу не могу. Это мне нужно будет обратно возвращаться вот сюда, по этой пешеходной линии, вот здесь перейти. И потом вот здесь вот еще раз надо перейти дорогу. Ну, в общем, короче, какие-то неудобства. Если бы это была онлайн оплата, возможно, то это бы вообще во многом облегчило бы, наверное, жизнь пенсионеров. Ладно, иду дальше. Возмутилась, все, пошла дальше. Ну вот, девочки, в лифте я еще не снималась. Я в своей обновке в любимой хожу. На улице тепло, классно. Все, поднимаюсь сейчас в квартиру к дочке. И порядок тоже сейчас наводите. Так, ну что тут? Торнадо пробежалось. У меня дочка, когда вообще собирается куда-то, то это просто, конечно, трэш. У нее тут все, все, она собирается. Она заранее никогда не собирается. У нее так все разбросано, все раскидано. Ну, сейчас чуть-чуть приберу вещи немножко по местам, пока у меня время есть. Сейчас она где-то там место найдет спокойное. И будем с ней сейчас работать. Надо посмотреть, что там компьютер. Так, ну все, более-менее так вещи пораскидала, поприбирала. Ничего страшного, посуду помыла. И все. Сейчас уже вот занимаемся мы с дочкой. Небольшая пауза. Ну, хоть придут, они приедут, наверное, поздно. Сразу спать лягут, чтобы ни уборкой не заниматься. Хорошо, когда мама придет в вашу квартиру за ваше отсутствие. Порядок наведет, да? Так, ну все тут. Мойки чашка одна сейчас ее помыла. Буду ходить, порядок за собой оставлю. Все нормально. Покрывало заберу. Так, ну я в своем домашнем, как всегда. Дочка заказала покрывало мне. Вот как раз такого же цвета, как у меня на диване. Я вам потом расскажу, что с ним буду делать. Фух, девчонки, наконец-то я управилась. Уборку я сделала за каких-то 15 минут. Но за компьютером я просидела 5 часов. Ну, мы с дочкой были на связи. Она мне подсказывала, что куда чего, чтобы опубликовать для вас видео на первом, на втором канале. А сейчас я бегу домой. Мне нужно успеть покушать и уже скоро Настю забирать из детского садика и везти ее на тренировку надо. Все, девочки, обратно села я в такси. Короче, еду на такси. Быстрее домой. Телефон разряжается. Надо телефон зарядить, покушать успеть. И за Настей скоро в садик бежать. Милочку там, наверное, может быть, покормить надо. В общем, короче говоря, где мои планы? Моих планов нету. Я делаю все, что я делаю. Это не мои планы, короче говоря. Ну, что делать надо? Вот так вот. Вот такая жизнь. У нас, я смотрю, прошел дождь. Ливень даже прошел. И даже что-то громыхало. Хотя сегодня утром смотрела, по прогнозу дождя не обещалось. А вот дождь прошел, и даже асфальт уже успел высохнуть. Ну, где-то лужи остались еще. Ну, потому что все прогрелось, все тепло, все жарко. Я примчалась к тебе, милочка. Что ты такая сонная? Спала, что ли? Все. Я дома ставлю на зарядку телефон. Все, девочки, вышла я. И я иду в детский садик. Сейчас нужно заскочить в торговый центр МИР на минуточку, на две минуточки. И потом в садик забираю Настю, отвожу ее на тренировку. В общем, короче, пришла я домой. И что я дома успела покушать. Часик полежала, посмотрела там ролики. И все. И опять засобиралась. Мила опять вокруг меня суетится, не хочет меня отпускать. Ей одной дома скучно. Со мной лучше. Ну, а что делать? Я даже снимаю на ходу, потому что у меня совершенно нету времени что-то есть, остановиться, что-то сделать. Не приготовить, ничего. Ничего рассказать. Потому что все на бегу, все на ходу. Ну, такой сегодня день выдался. Я даже сегодня смонтировать видео собиралась с утра. Но уже не получится. Потому что все уже, день закончился. Сейчас я Настю на тренировку отвезу и все домой из копыт. Ну, а завтра утром на свежие силы надо будет смонтировать видео вам. Вот так. Прошла аллею. Такая тенистая аллея, что там прямо темно. Хотя на самом деле у нас сейчас облачно. Но не темно, так чтобы сказать. Вообще дождик сегодня пошел неожиданно. Смотрю я прогнозы. Теперь получается, что все это вранье. Ну, дождя сегодня не обещали. А сегодня был ливень с громом. Откуда он взялся, непонятно. Так, все, я прибыла на место. Бегу. Куда мы идем? На тренировку. Идем быстренько. Потому что сегодня мы не рано идем. А идем вовремя. Так что, если автобус будет идти быстро, мы приедем вовремя. А если он будет телепаться, то мы можем прям впритык или даже чуть-чуть опоздать. Но опаздывать нам не нужно совсем. Все. Поэтому бежим. Милка, попрошайка. У тебя корм есть? Вода есть? Да, да, да. Что ты мне тут пируэты выписываешь? Хочешь мягкий корм? Подожди, еще рано его есть. Чуть попозже. А то потом начнешь ночью опять просить. Так, ну а я заслужила мороженое. Девочки, я вам показывала в фикс-прайсе вот это мороженое по 25 рублей беру. Пломбир очень вкусный. Шоколад вкусный. С миндальными орешками. Здесь орешки что-то еще хрустящее. В общем, сейчас поем мороженое. Лягу и буду отдыхать. Все, устала. На сегодня хватит. И кто это у нас тут на холодильнике сидит? Уже на холодильнике побывала. На микроволновке побывала. Куда ты еще не залазила? Туда ты, ну ты туда уже не залезешь. Там мало места под потолком. Кто-то любит у нас сидеть тут высоко, да? И не спится кому-то в 2 часа ночи. Монтировать видео со мной будешь, да? Разбудила. Ну ничего, мы поспали чуть-чуть. Сейчас поработаем немножко. А потом опять ляжем досыпать. Да, Милка? Мы с тобой днем еще сегодня будем удрыхнуть. Обезьянка. Выспалась уже. Что там такое, да? Что там такое? Все, девочки, смонтировала видео. Закрыла вот так вот специально полотенчиком, чтобы Милка там на клавиатуру не наступала. Возьмем мюсли сейчас. Хочу поесть, попробовать вот эти мюсли. Мила, а ты что прибежала? Я тебе давала уже корм. И вот с молочком. Это вот новая паковка. Может быть мюсли там другие. Сейчас попробуем. Мила, а ты хочешь, чтобы я тебе мягкий корм каждые два часа давала? Нет, нет, нет. Ты только ела недавно его. Все. Теперь вечером, да. Девочки, ну если я попробовала, я смотрю и по виду, и по вкусу, напоминает те же, которые я брала. Только мне почему-то, кажется, там не моля называла, а по-другому было название. Но на вкус похожие, и по цене они приблизительно одинаковые. По-моему, 119 вот эти стоят. Ну, в общем, пойдет. Буду есть. Что ты на меня смотришь такими умными глазами? Нилочка, пойдем обед готовить. Пойдем. А то ты все утро вот ходишь у меня вокруг ног. Все, хочешь вкусняшку, чтобы я тебе дала. Всему свое время. Девочки, мне надо готовить обед, поэтому я чуть-чуть буду с вами болтать. В общем-то, я решила сварить макароны. У меня сегодня вечером Настя будет. После садика надо забрать ее. И я вот уже думаю, чем ребенка кормить. Ну, я решила сварить макарошки. Вот эти вот. Я их первый раз взяла. Не знаю, по акции были. Но написано там паста. Технология паста написана. Вот так. В общем, я их сварила. Сейчас маслица туда добавим. И макароны готовы. Все. Так. Смажем маслицем. И отбивные хочу сделать еще. Ну, внучка у меня, конечно, отбивные есть не будет. Она их не любит. Мясо вот это жевать. Внучки макароны. Эти, внучки будут этим. Господи, все слова забыла. Сосиски я ставила две штучки ей. Но она одну только съест. Сосиски она любит. Так мясо она жевать не любит. А отбивные я хочу сделать для себя. И поесть их даже, может быть, не столько с макаронами, сколько с овощами. Вот эти помидоры, которые я брала. Красные, такие крупные. Они такие вкусные, сладкие. Вот этот розовый помидор я люблю с детства. Когда в детстве ездила в деревню, я залазила в огород к своей тетке. И та начинала эти помидоры точить. Бегаю, бегаю. Раз забежала в огород, поточила помидоры. Меня потом ругали, что я съедала много помидор. Прямо с грядки. Говорили, надо помимо помидоров еще какую-то еду есть. Вот так. Так, отбивные сейчас отобью. Тендерайзером. Тендерайзером. Заходила когда в посудную лавку я в последнее время, а там тендерайзера что-то не было. Хотя до этого я там его видела. Вот он. Так, все, я это отбила. Теперь нужно это присолить, поперчить и обвалять в яйце и панировочных сухарях. Так, где мой перчик? Возьму вот этот мелкий. Так. И с другой стороны так же сделаю. Так, готово. Сковорода уже, по-моему, разогрелась. Теперь беру яйцо от нас белая и сюда прям все это кидаю. Вот так раз подвинули. Другую. Раз. Подвинули. Все это сюда закинули яйцы. Пускай поплавает пока. Сейчас сковородка разогреется и буду кидать на сковороду. Так, есть такое дело. И вот так в панировку. Я уже показывала не раз, девочки. Ну, кто не видел, еще раз покажу. Все. Все очень быстро, легко и просто делается. Зато вот так вот кусочек мяса поешь и отлично. Долго жарится. Не надо 3 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой. Этого достаточно. Чтобы они были мягкие и сочные. Вот смотрите, какая должна быть отбивная. Там должен быть виден сок, то есть она должна быть сочная. Но если вот уже розовенькая, да, или белая жидкость, то это вот сок, но не пересушенная получается. Готовая, но не пересушенная. Вот. И так же делают с кровью. Но я вот в таком виде люблю. Оно уже мягкое, прямо уже просто, я не знаю, можно его даже вилкой вот так вот, может быть, ломать. Ну, почти ломается. Я ножом, правда, режу. Но оно, правда, мясо становится уже и сочным, и в то же время мягким. А помидоры вот эти вообще обожаю. Классные такие, розовые помидоры. Мясистые, сочные, сладенькие. Буду кушать, наслаждаться сейчас. Где наша кошечка? Она лежит на подоконнике. Лежит такая. Малая, что ты там спишь или загораешь? Моська. Сейчас только что солнышко вылазило. Смотрю, развалилось. На солнце прям лежит, загорает. Ты там не спечешься там на подоконнике, а? Малявочка. Лежит прям на солнце. Ну, тебе, если хорошо, лежи, лежи тогда. Милочка меня совсем не хочет отпускать. Крутится под ногами, чтобы я об нее спотыкалась. Но не отпускает она меня. Милочка, я сейчас хожу в садик за ребенком и вернусь. Я недолго буду отсутствовать. Ты не успеешь соскучиться. Так, ну-ка отсюда спрыгивай. Все, иди вон, полежи, пойди на подоконнике, позагорай там. Сейчас солнышко чуть-чуть спряталось за облачка. Иди сюда, Мил. Иди залазь на подоконник и сиди тут. Так, что-то там громыхает, что ли, я не пойму. Вроде как тучка висит, но дальше за тучкой солнышко. И тут вроде бы таких туч особо нету. Ладно, зонтик не буду брать. Я думаю, сейчас, если пройдет чуть-чуть дождик, ну, покапает немножко. А может и не пойдет. Ой, на улице 26, у меня 28. Такая духотища, ветра нет. А может, правда дождь пойдет? Если душно, значит дождик может пойти. Да, милочка? Да, моя маленькая? Так, ну все, пошла. Не скучай тут. Не скучай, зайка. Вышла я, девочки, из дома. Иду я в садик за Настей. Хоть чуть-чуть здесь немножко свежее вроде, чем дома. Дома вообще душно. Но я сплит не хочу пока включать. Я вообще, честно говоря, сплит не очень-то люблю. Включаю, когда уже просто вообще невозможно. Ну, приходится закрывать окна. Я не люблю с закрытыми окнами. Как-то мне некомфортно. Саму жару только включаю. Вот. Но сейчас ветерка нету, поэтому я иду. Так, немножко тенечек выбираю. Вышла чуть-чуть по воздуху пройтись. Не знаю, как Настя с Милой будет. Вообще, я знаю, что Настя Милу побаивается. Потому что Милка, она такая кусачья кошка. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Сейчас с Настюлей пройдемся пока. Фух, иду не торопясь. Стараюсь. Стараюсь не торопиться. Милка не отпускает. Прямо аж и под ноги стелится. Я прямо об нее хожу, собираюсь, об нее спотыкаюсь. И она уже прямо к двери садится. И не дает мне выйти. Сама норовит еще выбежать. Миши выпускать нельзя. Поэтому аж пришлось даже на нее прикрепнуть чуть-чуть. Вот. Хотя она приблажная. Целый день она со мной. Куда я, туда и она. Хвостиком ходит. Компанейская кошка. Это порода такая. Ориентальная называется порода. Вспоминала сейчас, как она называется. Ориентал. Вот эта вот компанейская кошка. Фух, девочки. Девочки, я когда от дочки выезжала, я же забрала там покрывало у нее, чтобы пошить чехлы на подлокотнике, на диване. Но я сейчас вот как подумаю, сейчас нужно будет расстелить это покрывало. Во-первых, я хочу посмотреть, какое из них пустить на подлокотнике. Они одинакового цвета. Только одно покрывало гладкое, а другое с такими полосочками. Одно большое, прям большое, а другое оно прям как раз на диване. В общем, не знаю, какое играть. Но сейчас я думаю, Мила, она же мне ничего не даст делать. Она любит вот это покрывало. Начнет она там кувыркаться. Я уже думаю, да, собственно, что спешить. Кто меня в спину толкает, никто не толкает. Сделаю попозже, потому что у меня сейчас какие-то другие еще планы. И они у меня возникают так по ходу жизни. Вот я что-то смотрю, у меня волос отрос, мне нужно стричься идти. Раз я записалась на стрижку. Ну, а стрижку аж на воскресенье. Но раньше не было. Потом хотела в Икеа съездить, посмотреть такие вот коробочки для одежды, специальные такие, с молнией. Хочу, чтобы застегивались. Ну, зимние туда одежды какую-то поскладывать. Какие-то еще у меня были дела, планы. У меня одни дела, планы появляются. Что-то потом внепланово, срочно нужно. И это, срочно то. Я сегодня что-то почувствовала уже, что я как-то подустала. Ну, у меня вчера, правда, был очень насыщенный день. И на самом деле подустала. Притом, ночь когда оборванная, вот я же поспала где-то там с 11 до 2 ночи. Потом Мила разбудила меня, я встала, монтировала видео. Потом где-то с 6 часов до 11 еще поспала. Ну, уже с Милой. В общем, короче, так, прерванная ночь – это испорченный день. Потому что я люблю, когда день начинается прямо с самого утра. И тогда я что-то делаю, 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 энергии много. А так, полдня так, полдня так, полночи, то полночи, то полдня. И, в общем, какой-то разброс. И мозги в кучу собрать не могу. В общем, все, все как-то у меня непонятно. Поэтому я сегодня утром смонтировала видео, потому что это очень важно. Это первоначальное, что нужно делать. Потом оно у меня выводилось как раз. Вот я спала, монтировала ночью. Потом я спала, оно выводилось. Проснулась, туда-сюда проверила, публиковала. И все. Потом чувствую, что прям ничего не хочется делать. Заказики надо кое-какие поделать. Вот сейчас заказ Фаберлик сделала. Но его я быстро делаю, потому что я уже заранее пишу себе список, артикулы. И прям по артикулам сразу раз-раз вбила. Полчасика, и заказ готов. Ну, заказ забирать уже тоже выходные. Там, не знаю, на следующей неделе покажу вам, что я там заказала. Новиночки появились. Вот. И еще заказ Василек надо мне сделать. Но я хочу кое-что у нас еще заказать, если там будут нормальные вещи такие для ребенка. Футболочки какие-то. Еще что-нибудь хочу посмотреть, что там будет. Ну, и себе, к лету, может быть, какие-то там появились сарафанчики, может быть, новенькие. Люблю вот эти с бретылечками, тоненькими, в такую жару. И что-то такое просторное, чтобы оно там висело балахоном и к телу вообще не касалось. Я даже не знаю, мне прям хочется большой-большой размер заказать, ну, чисто вот для дома такое. И ходить в балахонах каких-то. Ну, вот не знаю. Либо сегодня уже вечером, если будут силы, сяду. Там же надо Василек полистать, посмотреть, повыбирать, подумать. Ну, обычно на этот заказ у меня уходит время. Вот. Ну, после Насти, если будет силы, закажу сегодня. Нет, значит, завтра надо будет посидеть, поковыряться. А вообще на завтра у меня еще были планы. Еще надо там в одно место. Ну, короче, какие-то дела. Надо еще поделать. У меня что-то все это откладывается, и как на это все сил никак не хватает. В общем, то сил нету, то времени нету, то еще что-то там. Все не по планам идет. Все не по плану. Так, ладно, все, девочки, давайте. Забалтываю я. Ну, поболтать захотелось. Соскучилась. Поболтать захотелось. Все, бегу за Настей. Привела меня Настя на детскую площадку. Ну, пойдем, говорит, покатаемся чуть-чуть, потом домой. Я, говорит, там дома Милочка у меня в гостях. Она, да, ой, как хорошо. Хоть одно живое существо. Я говорю, а что, я не живое существо. Она, ну, ты не такая, говорит, веселая. Я хоть с Милкой поиграю. Все ясно. Так, ну что, мы с Настюлей покушали. Сначала, когда зашли, кошка начала шипеть. Но потом Насте предложила покормить ее любимой едой. Вот она вроде как задобрилась, успокоилась. Покушала. Сейчас мы тоже поели. Я вот на палочку сделала ниточку, и там фантик. Милка любит с фантиками играться. Вот. Настюля, дай-ка я попробую сейчас вот так. Ну-ка, как она. Давай. Так, 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 так. Оп, оп, оп. Хищник, хищник, смотри. Готовится к прыжку. Ну-ка, давай, давай. Готовься к прыжку. Ну, прыгай уже. Не трожь ее, не надо ее трогать. Лишний раз не провоцируй. Я шарики делаю, чтобы они хотят на шарики. Да, шарикам она равнодушна. Шарики ей неправильно пахнут. Они не тем пахнут, чем она хотела бы. На тебе, мило. Ну. Ладно, на, Настя, играйте, короче. Нитка какая-то эта, легкая слишком, что ли, я не пойму. Ну вот и все, мои хорошие. Настю забрали. Мы с Милочкой остались вдвоем. Милочка вроде подуспокоилась немножко, но все равно к ней с осторожностью надо относиться. В общем, Настя все равно ее побаивается. Милка тоже периодически там что-то возмущается. Ну, так нормально, в принципе, вечер прошел. Не буду много забалтывать вас. Я что-то подустала. И все-таки вот этот недосып у меня в глазах как песок. Сегодня целый день такое режет в глазах. Я уже закапывала и что-то не помогает. Поэтому я сейчас с вами прощаюсь. Видео на этом заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до новых встреч, девочки. Продолжение будет в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok